Сказали, что каждая створка весит 20 тонн, плюс 2. Ну, в общем, тут вот да, эстеринское величие. Субтитры делал DimaTorzok Душно-радирающая сцена. Душно-радирающая сцена. Душно-радирающая сцена. Душно-радирающая сцена. Душно-радирающая сцена. на подруженные воспоминания мир литературных персонажей Богорода и Достоевского. Это район Столярного переулка, Кокушкина листа и Синова площадка. В соседнем Смаринском дворцов здании слева в XIX веке размещался и департамент государственного хозяйства и публичное здание. Сюда на самую меньшую чиновничью должность устроился 20-летний и никому тогда еще неизвестный. А вон тот замок или это просто? Жил он сравнительно недалеко отсюда, в большом доходном доме в углу Столярного переулка, второй веке, когда в этот период жизнь Богорода разделилась на один период, одна медленно в церковь в департаменте, вторая, начиналась и медленно. Амбраут, герой, садился поближе к окну, чтобы не жечь свечи, и писал, вспоминая родную Васильев, умерясь. Так, создаваясь, в вечернем, мы там вместе. Ого, а следующий кивай не расстает. Вот эти знаменитые питерские дворики, колодцы. Теперь эти дома являются памятниками культурного восстания. И мы можем надеяться, что эти замечательные дворики сохранят свой опыт и дух, и для больших людей. Петербург не только культурный, но и крупный домышленный. Мы дошли до неба. И мосты, что связались к острову, и гранита к огненному плиту, и срок очертывания на свету львов, и весеннюю блюжу золу, и ночей этих белых недвижных полей, скрызающих церковь, и на фоне зари, что светлеться, раскрылись вон. И вот, 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 вот. Идет лестница. Ох, но нас туда не пускают. Она закрыта на замочек. Это вот Мишка фотографирует. Ты просто нажал два раза 0. Уважаемые ветеркошесые, от гостей, вы находитесь на полотенце, на высоте 40 метров. А, и мы всего то на 43 метра залезли, кажется. Неповторимое очарование придает белая ночь архитектурно-мансионному городу и площадям, и улицам, которые, как путь в улицу медленно, произошли свет. В такую пору невольно вспоминаются пушкинские скидки. Да, он зелененький. Люблю твой стройный, стройный вид. Невы и державное течение, береговой ее гранит. Твоих оград узор чугунных, твоих задумчивых ночей. А вот тут полумесяц мусульманский, рожками вверх. Когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады и ясны спящие громады пустынных улиц. Да, там полумесяц. А, вон. 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 Вот у нас канал Грибоедово, кстати, вот этот Казанькисталный собор стоит на мосту на канале Грибоедово, целиком весь собор. У справа начинается гостиный двор. Желтая байдя, да, гостиный двор. Улица Садовая, вот так вот пересекает нас сейчас. Справа сейчас будет Казанькин садик, вот этот вот начинается. За ним театр. Сейчас попробуем, пожалуйста, театр. Как он называется? Да я забыл. Мы очень известны, всем кроме меня. А вот тут театр комедии, парочки, добродячие музыканты. Впереди фонтанка. Машинник, вот так. Сейчас чуть-чуть на танки прокатиться застрел. Казанькин. Лейтинг-машин вверх. Впереди спектакль. Так вот. Где-то. Тим-то там. Ну, будешь... Канюти по панторочке. Канюти поize. Прикар II. Выдохнивр Голоса. Односторонние? Да Вот Ауди прикольная Все прикольные машины не в Италии Не в Питере, а в Москве Там это мир смартов Каких-то этих кругляшек